Популярным нынче словом «санкции» можно будет назвать действия властей и Сахалинской авиакомпании «Аврора» по отношению к жителям самого северного района области, если в ближайшие дни сбудутся самые неоптимистичные прогнозы. Дело в том, что ахинцы этим летом рискуют остаться отрезанными от материка. Возможность выехать за пределы района тает с каждым днем. Три дня назад «Аврора» приостановила продажу билетов на два из пяти рейсов до Хабаровска. На понедельник и воскресенье билеты не продают. Есть подозрения, что эти рейсы могут с традиционного направления снять. По телефону авиакомпания «Аврора» отказалась комментировать ситуацию. Мы сделали официальный запрос и ждем ответа. Сегодня в Хабаровск летают пять самолетов в неделю. Если в летний период их останется три, на материк не попадут сотни северосахалинцев. Важно отметить, билеты на лето уже практически распроданы. Остались единичные места. На вторую половину августа билетов нет. А до пика перелетов еще целый месяц. Услышала от знакомого, что на дворец Хабаровск касается продажи билетов. Посмотрела на сайте, оказалось действительно, что 16 июля туда, 20 августа обратно нет продажи билетов. Это мои даты вылета и прилета. Из-за хим в аху. Теперь я переживаю, что делать. Дочь учится в Владивостоке. Мы собрались с ней провести отпуск. И как быть? В прошлом году не было никаких проблем с перелетом. А сейчас уже все билеты распроданы. Мало рейсов на Хабаровск. Из-за хим на материк скоро не попадешь. Несмотря на то, что перелет до Хабаровска стоит так же, как до Москвы, баснословных 13 тысяч рублей. У ахинцев нет другого пути выехать с острова. Он был. Субсидированный рейс АХ Владивосток. Всего 5 тысяч рублей. Его власти обещали долго. Но дальше планов дело не пошло и, скорее всего, уже не пойдет. Поступал ли официальный запрос на ввод рейса АХ Владивосток от авиакомпании «Аврора»? Ну, конечно. Как обычно, планируется летнее расписание. От лица авиакомпании заявлены слоты с вводом нового рейса до Владивостока. С нашей стороны, как аэропорт, мы подтвердили этот рейс еще 14 марта. И он должен был быть запущен со 2 мая, насколько я знаю? Да, со 2 мая по 3 и 7 дням недели. Ну, была ли какая-то отмена по этому рейсу? Официально, да, тоже была отмена по рейсу. Авиакомпания отменила этот рейс. Итак, почему нам нужен Хабаровск? Там учится половина наших выпускников. Там живут наши родные. Туда мы отправляем на лето своих детей. Напомню, в прошлом году в Хабаровск летали 9 рейсов в неделю. При худших прогнозах останется 3. В чем же дело? Очень просто. Так власти решают проблему остановки Сахалинской железной дороги. И, внимание, обеспечивают направление Ноглик и Южно-Сахалинск 14 рейсами в неделю. Нетрудно сравнить количество жителей Ахи и Ноглик. Вопрос напрашивается сам собой. Кто будет летать на этих 14 самолетах в неделю из Ноглик? Жители, конечно, воспользуются субсидированными рейсами, но по большей части самолеты, вероятно, предназначены для работников иностранной компании, так называемых вахтовиков, работающих на проектах. То есть иностранная компания оказалась в приоритете. Интересы жителей Ахи не настолько важны. Хотелось бы верить в то, что эта беспрецедентная несправедливость по отношению к ахинцам нам лишь померещилась, но понять по-другому ситуацию не получается. Депутаты городского округа вчера написали обращение в правительство области по этому поводу. Оставят ли власти жители Ахинского района в прямом смысле за бортом, будет известно в ближайшие дни Вячеслав Власенко, представитель Минтранса Сахалинской области, который курирует воздушные перевозки, сообщил, что проблемой сейчас занимаются в правительстве региона и пообещал, что ахинцев ни в коем случае не оставят без достаточного количества рейсов. Ведь отстаивать интересы местного населения и максимально обеспечить комфорт для проживания в островном регионе – это главная задача власти, сказал чиновник по телефону. И да, Аврора оставила Ахе возможность летать на пяти самолетах в неделю в Южно-Сахалинск. В прошлом году рейсов было семь. Пока мы готовили к эфиру этот материал, на информационном портале Сахком появилась новость о том, что трехмесячное закрытие движения в рамках модернизации железнодорожного пути на Сахалине решено перенести на лето 2019 года. Такие решения принимаются на уровне правительства Сахалина. За комментарием мы вновь обратились к Вячеславу Власенко, представителю Минтранса области, который сообщил, что движение пассажирских поездов в направлении Южно-Сахалинск-Ноглики летом 2018 года не будет ограничено. Авиарейсы из Ахих-Хабаровска останутся в полном объеме. Вопрос по направлению АХ «Владивосток» сейчас решается с авиакомпанией «Аврора».